Как вести себя, если в школе произошел пожар или другое ЧП? Как выбрать правильный маршрут от дома до школы и обратно? В 29-й школе для всех классов сегодня прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Такие занятия не единовременная акция, а разъяснительная работа ведется весь учебный год. В начале каждой четверти ученикам также напоминают о правилах поведения в экстремальных ситуациях. В этом году по причине коронавируса урок безопасности прошел в формате онлайн-трансляции. Лекцию читал сотрудник Самарского штаба МЧС. У каждого ученика в дневнике разработана своя схема дорожного движения. Кроме того, у нас есть большой стенд на первом этаже, где есть безопасные подходы к школе. И каждый ребенок вместе с родителями выбирает себе свой конкретный маршрут. И участвует вместе с родителями в так называемом родительском патруле, когда перед школой, после школы родители стоят около нерегулируемых пешеходных переходов и помогают детям запоминать, как себя вести.